МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О самых заметных событиях в стране и в мире расскажем в ближайшие несколько минут. В студии работает Вера Захарчук. Добрый день. По меньшей мере, 7 человек погибли. Еще около 20 получили ранения в результате двух взрывов в Афганистане. По данным местных СМИ, первый прогремел этим утром в провинции Нангархар на востоке страны. Здесь погиб один полицейский. Отмечается, что среди пострадавших заместитель губернатора округа Бесад. Второй взрыв произошел в Кабуле. Его осуществил террорист-смертник. Пока ни одна из действующих в Афганистане радикальных группировок не взяла на себя ответственность за эти нападения. По позициям сирийской армии нанесены новые ракетные удары. О взрывах в Афганистане и Алеппо сообщает телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на военные источники. Удары назвали новой атакой врагов режима президента Сирии Башара Асада. В фейсбук-аккаунте официальной сирийской газеты «Тишрин» опубликовано сообщение, что 9 ракет были выпущены из британских и американских баз на севере Иордании. О погибших и пострадавших информации пока нет. При этом другие источники утверждают, что взрывы произошли в результате пожара на принадлежащем силам режима Асада складе боеприпасов. Сирийские власти уже занялись расследованием инцидентов. Водитель легкового автомобиля трижды наехал на толпу людей в центре британского города Ньюпорт. В результате пострадали 4 человека. Двое получили серьезные травмы. Участники происшествия пытались остановить машину и вытащить из нее водителя, однако он лишь прибавлял скорость и вновь въезжал в толпу. По словам очевидцев, перед этим он повздорил с кем-то из посетителей ночного клуба. Происходящее было зафиксировано на камеру мобильного телефона. Задержать злоумышленника смогли не сразу. Он попытался скрыться, предварительно устроив поджог своего автомобиля. По подозрению, в преступлении задержан темнокожий парень, предположительно 20 лет. Его имя пока не называется. Отмечу, что во время инцидента в Ньюпорте проходил марафон, в котором участвовали почти 6 тысяч бегунов. Одну из улиц города после происшествия перекрыли. Караван мигрантов сотнями граждан стран Центральной Америки, включая женщин и детей, после многомесячного путешествия достиг границы Мексики и США. Большинство прибывших хотят демонстративно попросить убежища на территории Соединенных Штатов, бросив таким образом вызов политике Белого дома по сокращению притока мигрантов. По данным правозащитных организаций, ежегодно десятки тысяч таких людей пытаются добраться до территории США через Мексику. Многие становятся жертвами преступных группировок или торговцев людьми. Мы не страна белых националистов. У нас есть статуя свободы. Мы страна, которая идет на войну, чтобы защитить права людей по всему миру. Мы несем ответственность за то, что происходит в Центральной Америке. Долой расизм и неуважение прав человека. Я немного нервничаю, но очень хочу попасть на другую сторону границы вместе с семьей. Я благодарна Богу и Деве Марии, которые помогли нам добраться до сюда. Такой караван мигрантов не первый у границ США. Однако этот приобрел известность благодаря твиту Дональда Трампа о том, что он лично отдал распоряжение Министерству внутренней безопасности не пропускать колонны людей на территорию США. Трамп также предупредил Мексику, что усиление борьбы мексиканских властей с нелегальной эмиграцией может стать условием для заключения нового соглашения о североамериканской зоне свободной торговли. Глава МВД Великобритании Эмбер Ратт ушла в отставку после того, как в распоряжение британских СМИ попали документы МВД страны, свидетельствующие о том, что ведомство устанавливало целевые показатели числа депортаций мигрантов, выходцев из Африки и из Карибских островов, которых приглашали в Соединенное Королевство после Второй мировой войны для возмещения нехватки рабочей силы. Винувшую среду Ратт утверждала, что никаких целевых показателей нет, но уже в пятницу извинилась за то, что была не в курсе существования целевых показателей на количество депортаций из страны. Стоит отметить, что отставка Ратт стала четвертой по счету в правительстве МЭС за последние полгода. Американские эксперты отмечают важность и актуальность повестки предстоящего в мае Астанинского экономического форума. В нем примут участие известные политики, эксперты и ученые из разных стран. По его итогам, планируется разработать рекомендации для мирового сообщества и повысить интерес глобальных инвесторов. При этом зарубежные эксперты отмечают роль главной инфокоммуникативной площадки G-Global, которая имеет все больше сторонников в разных странах. G-Global проводит прекрасную работу, объединяя государственные и частные секторы, привлекая неправительственные организации к возрождению шелкового пути. При этом рождаются новые идеи, внедряются новые технологии. Как американец могу сказать, что мы хотели бы еще больше работать по линии G-Global для того, чтобы обмениваться технологиями с другими странами, тем самым действуя как одна семья. Со 20 дней на официальном сайте Астанинского экономического форума зарегистрировались 6 тысяч новых пользователей. В этом году веб-страница прошла ребрендинг, тем самым ярко и уверенно заявила о переменах главного экономического форума Казахстана. С обновленным ресурсом форум Astana.org познакомилась и моя коллега Азиза Макулбаева. Веб-страница – лицо любой компании. С нее начинается знакомство пользователя с той или иной организацией. В нашем случае с официальным сайтом Астанинского экономического форума. Так выглядит новый логотип. Он лаконичен и сдержан в исполнении. Главный образ в новом брендинге – так называемый кей-вижуал. Он состоит из самых узнаваемых достопримечательностей Астаны. Так байтерек, находящийся в центре, притягивает не только внимание, но и подчеркивает современный образ Казахстана. Особенно стоит отметить не только дизайн сайта, а контентное наполнение сайта. То есть это будет не какой-то одномесячный или только актуальный во время форума сайт. Мы будем работать над сайтом, наполнять контент. Рекомендации дополнять не только на казахском, на русском, на английском языках, как это обычно принято. Мы будем его дополнять на французском, на китайском языках. Ежедневно официальный сайт форума просматривают 26 тысяч пользователей со всего мира. Веб-портал разработан таким образом, что содержит не только информацию об участниках, партнерах в программе форума, но и последние исследования и актуальную аналитику по тематике Global Challenge Summit. На нашем сайте, если вы посмотрите, есть 11 вызовов. И каждый вызов, он опубликован сейчас в виде тезиса, топика, но во время форума у нас будет онлайн-трансляция. Астанинский экономический форум пройдет с 17 по 19 мая. Своё участие уже подтвердили около 5 тысяч делегатов. Всего на Global Challenge Summit 2018 выступят 500 спикеров из более чем 24 стран мира. Азиза Макулбаева, Аядзи Симбаев, Хабар-24, Астана. Товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном в первом квартале этого года удвоился по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. По мнению экспертов, этому способствовали достигнутые в прошлом году стратегические соглашения в нефтяном секторе и транспортно-логистической сфере. В первом квартале текущего года Казахстан вошел в число 15 крупнейших экспортеров Азербайджана. Объем поставок превысил 48 миллионов долларов против 17,5 миллионов в 2017-м. После снижения показателей в результате глобального кризиса текущая динамика вселяет определенные надежды. Считаю, что и в дальнейшие месяцы этого года торговые связи будут расширяться. И в основном, думаю, в экспорте и импорте между двумя странами будет расти доля нефтяных продуктов. Запуск в азербайджанском порту Аляд терминала увеличит перевозку грузов. Это хорошая возможность для предпринимателей. Кроме того, это и увеличение дохода от растущего объема международных грузоперевозок. Как считает эксперт, увеличение торгового оборота напрямую связано с укреплением связи в транспортно-логистическом секторе. Кроме того, реализующиеся в обеих странах экономические реформы позволяют диверсифицировать торговые отношения в несырьевом секторе. Как известно, Азербайджан импортирует из Казахстана зерно, некоторые виды промышленной продукции, экспортирует сельхозпродукты, некоторые образцы нефтяного оборудования. Я думаю, что будет развиваться в области машиностроения, сельского хозяйства. И, безусловно, вопрос туризма стоит актуально, потому что вопрос создания круизных сообщений между прикаспийскими странами повысит туризм. Растет и азербайджанский экспорт в Казахстан, что, по мнению экспертов, является показателем укрепления взаимодействия в частном секторе двух стран. В первые месяцы этого года Казахстан несколько раз увеличил продажу зерна в Азербайджан. В планах – налаживание экспортно-импортных операций по некоторым продуктам пищевой промышленности. По решению межправкомиссии, стороны намерены осваивать новые направления двухсторонней торговли, что отражено в принятой в конце прошлого года дорожной карте. Шафа Галиева, Айгин Гасан, Хамбар-24, Азербайджан, Баку. Более двух тысяч мигрантов получили разрешение на работу в Казахстане в специализированном цоне столицы. По словам сотрудников центра, сейчас на оформление документов у прежних рабочих уходит максимум несколько часов. Подробнее о работе миграционного цона расскажет Сабина Тургаева. В Астану Лукбек Умеджанов приехал из Ташкента. В столице Казахстана парень работает домашним поваром. Говорит, тут и зарплата хорошая, и люди приятные. А с появлением миграционного цона, плохо говорящему по-русски молодому человеку, получить разрешение на работу стало гораздо проще. В Астану я год назад приехал. Ну, почему? Вызвали здесь хорошо, зарплата здесь хорошая. Поэтому раньше два дня ушел, а сейчас два часа взял я. Все здесь, сразу придешь, талон возьмешь, все сразу так делает, на тебя на это время. На досмотр прямо сейчас здесь сразу проходим. Чтобы получить необходимые документы, мигрантам необходимо пройти медицинское обследование в поликлинике, дактилоскопию ВВД и получить страховой полис. Совсем недавно на это уходило несколько дней. В новом цоне есть собственное медицинское крыло. Отпечатки пальцев и страховой полис можно сделать также в одном здании. По настоящему времени мы приняли по нашей услуге 2500 примерно услуг приняли. Из них уже полторы тысячи документов мы уже выдали. По нашему цону есть только одна услуга. Это идет выдача разрешения, выдача разрешения иммигрантам. Это иммигранты идут граждане Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана. Всего же с начала года в Астану приехали более 30 тысяч мигрантов, что составило 80% из общего количества прибывших в город. По словам сотрудников центра, такой цон призван бороться с незаконным трудом иностранцев. Он пока единственный в стране и даже в СНГ. Однако в скором времени такие же планируют открыть и в других городах Казахстана. Сабина Тургаева, Марат Диханбаев, Хабар-24, Астана. В одной из школ города Актау стартовал интересный эксперимент. Ребятам и учителям раздали бэджи с чипами. На входе в учебное заведение установили считывающее устройство. Теперь директор школы знает время прихода взрослых и детей, есть ли опоздавший или пропустивший учебный день. Проект реализуется в рамках госпрограммы «Цифровой Казахстан». И в будущем такое новшество планируют ввести в каждой школе города. Что удобно и что хорошо, что турникетов нету, потому что они опасны в случае каких-нибудь чрезвычайных ситуаций. Только расположена вот такая вот антенна, по которому считываются все бэджики и выходят на экран основного компьютера. Зарифа Казиева не устает перечислять преимущества проекта «Умная школа». Программа показывает фамилию и имя ученика, выдаёт его фотографию, статус, а также время входа и выхода из школы. Ну, во-первых, я сразу знаю, что сегодня в школе у нас, например, отсутствует 20-25 учащихся. И тут же мы выясняем причину, почему ребёнок отсутствует, что случилось, может быть, где-то задержался, где-то на улице остался. В будущем эта программа предполагает то, что родители будут получать СМС-сообщение. При входе в школу учитель получает, что, то есть родитель получает СМС-сообщение о том, что ребёнок достиг школы. И при выходе из школы то же самое. Бейдж с чипом теперь носят и все педагоги. По словам руководителя учебного заведения, это очень дисциплинирует и сотрудников. Кроме того, здесь делают акцент не только на цифровизации, но и на озеленении территории школы. Недавно высадили тысячу роз, за которыми специально следит садовник. Теперь некоторые уроки биологии проходят на улице. У нас высажено 250 деревьев, туи, тополя, карагачи и более тысячи кустарников. Помимо роз нам посадили сентябринки, ирисы и гладиолусы. К тому же спонсоры сделали нам подарок – фонтан. Работы над ним уже подходят к концу. Вскоре он заработает на радость детям. Инновационный проект затрагивает и инвентаризацию. В будущем чипы, контролирующие передвижение, установят на мебели и книгах. Тема безопасности здесь на первом месте. Для наблюдения за всем происходящим на территории школы и за ее периметром установлены 63 видеокамеры. Тамара Степанова, Салмат Бекбаев, Актау, Хабар 24. Павлодаре вновь встречают наурыз. На протяжении 40 дней в регионе отмечали этот светлый народный праздник. А сегодня жители области официально завершают его празднование. Традиция эта хоть и молодая, но уже крепко вросла в культурную жизнь павлодарского приортышья. Наш корреспондент Ербол Абишев сейчас находится на центральной площади областного центра, где, собственно, и развернулись народные гуляния. Добрый день, Ербол. Ну, первый, я думаю, достаточно логичный вопрос. Почему в Павлодаре празднуют наурыз в конце апреля-то? Добрый день, Вера. Действительно, эта традиция удивляет многих, особенно в других регионах. Но так уж повелось, что у нас наурыз заканчивает праздновать 30 апреля. Два года назад таким области Блад Бакао выступил с инициативой проводить основные народные гуляния по случаю празднования наурыза в более теплое время. Но это не значит, что 22 марта наурыз в области не праздновался. Просто тогда дали старт череде праздничных мероприятий. И вот почти полтора месяца в Плевертыще повсеместно в районах, во всех коллективах, учебных заведениях отмечали наурыз. Вера? Ну, с этим все понятно. А почему так сильно отличаются старт и финал праздника? Я сейчас вижу, у вас там раскинулся настоящий юрточный городок. В марте, по-моему, такого не было. Да, конечно. 22 марта здесь на площади располагались всего лишь юрты экспозиции. Организаторы были нацелены на то, чтобы показать культуру и быт казахского народа и природное богатство при Иртыще. Сегодня же кульминация праздничных мероприятий в корне отличается. По меньшей мере, здесь расположилась сотня белоснежных юрт, где дастарханы просто ломятся от самых разнообразных язд. Гостей праздника бесплатно угощают бешпармахом, раздают плов, пекут баурсаки. Ну а в самом центре импровизированного аула установлен тайхазан, где разливают на Урыск-Уже. Студия. Ирбал, ну, лично на твой взгляд, что самого интересного сегодня произошло на празднике? Вера, вообще организаторы в этом году устроили много чего интересного. Пригласили известных артистов из всех регионов страны. Даже танцующих каражурга лошадью сегодня удивили горожан. Но что же будет главным стержнем праздничной программы, об этом расскажет организатор мероприятия. Предлагаю послушать его комментарии. Особенности данного мероприятия. Возле каждой юрты расположено бесплатное угощение, также концертная программа и спортивные мероприятия. Еще бы хотелось отметить, именно сегодняшний науроз посвящен именно для детей, для школьников, для подрастающего поколения. Для реализации данной цели управлением образованием организована специальная зона Бельдершендер-Алана, где будет располагаться шагас-базара, бельминовация и различные спортивные мероприятия. Также в каждом ауле будут спортивные, также культурно-массовые мероприятия именно для детей. Ну и традиционно сегодня проводится конкурс национальной одежды и состязания в национальных видах спорта. Кстати, буквально пару часов назад стартовал областной турнир по Хазак-Крюосе, Паладар-Барасе. Сильнейшие полуаны при Иртышье сошли в схватках за главный приз полмиллиона тенге. Ну и кроме этого, все музыкальное сопровождение сегодня обеспечивает вживую симфоническим оркестром областной филармонии имени Исы Байзакова. Вера? Ну что ж, Ербол, завтра у нас начинаются майские праздники. Я так понимаю, что павлодарцы закончат отмечать их в конце июня по традиции уже. Но это неплохо. Главное, чтобы между отдыхом не забывать немножко работать. Ербол Абиша был на прямой связи с Павлодаром, где очень любят праздники и все еще продолжают отмечать на ОРЭС. Накануне Дня Единства народов Казахстана сотрудники правоохранительных органов Акмолинской области организовали фестиваль. Около сотни стражей порядка представили традиции и о культуру 14 национальностей. Отмечу, что в Департаменте внутренних дел бок о бок несут службу по охране общественного порядка и сохранению стабильности в стране представителей 16 этносов. В их числе казахи, русские, украинцы, узбеки, белорусы, немцы, корейцы, дунгане, армяне и многие другие. Яркие костюмы, традиционные атрибуты и, конечно, особенная атмосфера никого не оставили равнодушными. После демонстрации национальной кухни состоялся праздничный концерт и торжественная церемония награждения. Наш личный состав представляет культуру республики Таджикистан. В Дню Единства народов мы решили показать эту культуру Таджикской республики, чтобы, как и в День Единства народа, все народы жили счастливо, добро и радостно. Мы представляем культуру Грузии. Подготовились, приехали, чтобы наши гости увидели действительно атмосферу, почувствовали грузинские национальные кухни и утвари. Более 250 фотографий ветеранов и участников Великой Отечественной войны собрал один из городских сайтов Актао. На просторах интернета активисты создали специальную страничку, куда любой желающий может загрузить фото родных или знакомых участников войны и тружеников тыла, их наградные листы и выписки из архивов, рассказать боевой путь или биографию ветеранов. Проект запустили в прошлом году, и он быстро стал популярным среди пользователей. Ежедневно страницу в интернете посещают более 100 человек. Авторы идеи подчеркивают, люди помнят героев и чтут их подвиги. Есть у нас такая функция. Люди могут не только добавить информацию о своих ветеранах, но и сказать спасибо. То есть у нас есть раздел «Скажи спасибо ветерану». И уже оставлено очень много отзывов благодарных. И мы считаем очень важным, что такие слова звучат. Как будут развиваться события, вновь покажет Хабар 24. Ну а до нового часа у меня пока все. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»